Поздравляю с сегодняшним богослужением Евангелия, которое мы сегодня слышали о грешнице, которая пришла салавастровым сосудом бесценного мира дорогостоящего и возлила на ноги Христу, получив прощение от Бога Творца за все свои неправедные поступки, за свое неправедное греховное состояние. Это могло произойти только потому, что она узнала в нем Бога Творца, имеющего власть простить ее грехи. Она узнала. Вопрос в том, почему не узнали все остальные, кто были рядом, ведь там было очень много людей. Кто-то узнал в нем всего лишь пророка, кто-то узнал в нем учителя, говорящего мудрые вещи, кто-то узнал в нем какого-то некого чудотворца, кто-то пришел из любопытства послушать и увидеть, совпадает ли все это с тем, что он уже слышал о Христе. Вот такая разношерстная компания была в тот день вокруг Христа, в тот момент, когда она, узнав в нем спасителя, прощающего грехи, повела себя по отношению к нему именно так, как к спасителям, могущему простить ее согрешение, отдав ему, наверное, самое дорогое, что у нее было многоценное, как написано, масло. Сегодня ничего не изменилось, все точно так же вокруг поступи Бога в этом мире, а как мы уже говорили, поступь Бога в этом мире, это есть совершение божественных литургий, истинной церкви, церкви Христовой в этом мире. Так вот тоже присутствует разношерстная компания, и мало кто видит Христа, Бога, Творца, могущего простить согрешение. В основном вокруг либо любопытные, либо даже презрительно относящиеся, как фарисеи того времени. Вопрос в том, почему происходит так, почему не все могут узнать. Но потому что люди видят, что тот образ Бога, который нарисован внутри них самих, ими самими, не соответствует с тем, что они видят. Иудеи того времени, евреи, просто, наверное, люди, знающие что-либо о Священном Писании и о предании фарисеев, которые они распространяли, они предполагали и знали, что Господь должен быть царем, царем, перед которым склонятся, такие, как Ирод, а перед Ним они не склонялись. И поэтому, не видев вот той славы царской, люди не узнали в Нём Христа, отвергли Его. Так же и сейчас. Вот те познания о Боге ложные, они мешают людям увидеть Бога. Наверное, ничто не мешает так сильно людям увидеть Бога, как излишне богатые представления о Боге, собственные, личностные. Так же и сейчас. В истинной церкви не видят истины, в Божественной церкви не видят Бога, не видят истины, потому что эта истина не соответствует вот этой царской славе. Ну как же, в этой церкви не кланяется Путин, в этой церкви не кланяется правительство, эта церковь бедна, эта церковь служит на квартирах и в домах. Как же так? Разве может так быть в истинной церкви? Беда тем людям, для которых доказательство истинности церкви является поклонение этой церкви власть имущими, наличие в этой церкви богатства. Беда такому человеку. И он сам должен это понимать. Если для тебя доказательством истинности церкви является поклонение нынешней власти, наличие богатств, то ты живёшь во лжи, и ты лжец в себе. И никогда Бог не откроется таким людям. Бог открывается тем, которые ищут Бога и истину, а не атрибуты сопутствующие. Не оправу ищут, а камень-бриллиант. Вот так и здесь. Горе людям сегодняшним, которые Бога хотят видеть царём земным, а Господь — он царь славы. Слава, которая идёт тому и тем, которые познали истину, которые познали свободу. Вот хотелось бы нам пожелать, чтобы мы сегодня возлили самое дорогое, что в нас есть на ноги Христа, именно такого, с сегодняшним миром греховным, непочитаемого. Ведь глупо предполагать, что нынешний мир безбожный, построить золотые купола церкви истинной. Тот, кто так считает, он смешон в своей глупости. Сегодня истина как раз и должна быть такой, какой она есть сегодня, церковь и его, истинная, гонимая, презренная, нищая, обидимая всеми, в том числе и властью, и обижаемая постоянно презрением людей, которые говорят, а не секта ли это? Ведь она бедная. Пожалеть можно таких людей, для которых богатство этого мира является доказательством их истинности, вере, стояния. Всем нам я желаю вот того проницательного ума, который был у этой грешницы. Всем нам я желаю, чтобы мы возлили самое дорогое, на ноги Христа, к ногам своей церкви. Церкви, прежде всего, как нашего сообщества, нашей общности, идущих за Христом. И всем нам я желаю, так же, как и она, чтобы мы получили прощение всех своих грехов. Спасибо, Господь, подходите к Христу. Спасибо, Господь.